Всем большое привет! Уже снова недоброе утро, потому что мои дни все проходят вот так вот в комнате, в квартире, то на кухне. Я сейчас приготовила супчик, он буквально состоит из картошки, зелени, морковки, лука и грудки индейки, там кусочек, чтобы было типа пп и нежирное. Ну, оно так и получилось нежирное. Я сегодня планирую совершить для себя, я бы сказала, подвиг и отдельно заснять про это видео. Я уже начала, но мне вот осталось сделать просто вот этот маленький шаг. Естественно, я об этом расскажу, когда это сделаю, потому что вот так вот сейчас скажу, а в итоге целый день просижу и никуда не выйду, ничего не сделаю, то, что я хочу. Ну, вот, так что вот так вот. Планов у меня особо нет. С Димой хотим сегодня поиграть в одну игру, которую мы купили несколько месяцев назад. Это было по скидке в ленте, называется ЧБР, что было раньше. Не знаю, пойдет или не пойдет, мы, в принципе, любим игры с Димой, вот такие вот настольные. Но больше всего нам пока что зашло игры, которые вот такие. Вот они. Это карманный детектив и вот то, что мы играли недавно на даче. И, естественно, Эгзит. Но Эгзит они, ё-моё, только по скидке, потому что если их брать без скидки, это можно разориться, к сожалению. Одну из них нам, по-моему, дарили Диме на родители, остальные мы сами брали. Но точно не могу ошибаться, может, что-то другое подарили. Я еще нарезала лук сегодня. И хочу сделать снова тефтельки, потому что чем ближе мой отлет в Корею, тем больше я хочу забить морозилку своими котлетами, какими-то фрикадельками и всем тому прочим, чтобы Диме было что покушать именно домашнего. Что еще могу сказать по поводу агентства? Я до сих пор веду диалог, не очень хороший, мне не нравится, как он получается, да, можно так сказать. Какой кошмар. Просто агентство, как я поняла, только пару дней назад отнесли мои документы в университет. Вот. Как так получилось? Я говорила в каком-то видео, не помню уже точно дату, что отправляют документы по СДЭКам в эту компанию, в агентство, чтобы они передали оригиналы. СДЭК привез документы 22-го числа, утром рано. Документы забрали 24-го числа. То есть 24-го не забрали. Не факт, что они пошли 24-го. Точнее, не факт, что в этот же день у них улетел кто-то из менеджеров в Корею. Скорее всего, он улетел 25-го. Естественно, по прилету никто не пошел. То есть документы оказались в университете плюс-минус 26-го числа, в лучшем случае 25-го. Сегодня у нас 29-е. То бишь, документы там только несколько дней. Сегодня суббота. А университет не будет отвечать мне ничего в субботу и воскресенье. Это значит, только в начале августа мне придет документ для получения визы. Вопрос, когда я получу визу. Мне становится страшно. А вот эти переписки все про жилье. Мне еще в Телеграме посоветовала женщина. Ссылочка, у нее дочка поступает в университет на компанию, которая занимается поиском жилья. Я туда тоже написала сегодня. Пока ответа не было. Также, что я хочу сказать. Вот агентство Вейту Коречес, с которым я поступаю, с которым я веду диалог по поводу жилья, меня игнорируют и не отвечают. Я просто их попросила, скиньте мне, пожалуйста, ну, грубо говоря, мне не нужен адрес. Я не буду так делать, что они мне найдут жилье. И я такая, хоп-хоп, напрямую свяжусь с этим жильем, договорюсь как-то сама и не выплачу деньги за их услуги. Нет. Я просто их попросила. Когда вы найдете несколько... Они сами сказали, мы найдем несколько вариантов. Но это логично, что я должна выбрать, а не лишь бы что, да. Они мне должны скинуть, как я их попросила, просто фотография, описание комнаты, что туда, возможно, входит, и ее стоимость. Все, больше я ничего не прошу. А получается, какими-то отрывками они мне опять написали какое-то сообщение, что нашли около университета, около кампуса комнату. Стоимость такая-то, точнее, от стальки-то до стальки-то, варьируется от количества людей в комнате. Когда я говорила, что нужно жилье на одного человека, потому что я боюсь с кем-то вот так вот жить. Если, тем более, надо будет разговаривать на английском, это вообще будет... До свидания. У меня будет с собой техника. И как бы... Ну, мне страшно. Хорошо, пусть я буду... Как это называется? Цикло. Пусть я буду такой, но мне страшно. Вот, по крайней мере, на первом месяце вот с кем-то жить, пока я не смогу вот разговаривать или доверять людям. Короче, ладно, я очень много болтаю. Встретимся чуть попозже. Возможно, это будет в парке. Я надеюсь, что это будет в парке. Пожалуйста, Ангелина, соберись. Та-дам! Ой, это ж не парк. Мы заехали в магазин. Не просто так. Но того, чего мне нужно, самое главное, этого нет. И что делать, я не знаю. Буду искать. Сейчас встретимся в парк. Та-дам! А вот я и на пути в парк. Как я и говорила, что я... Ой-ой-ой! Заставлю себя выйти. Я не верю вообще в то, что я сейчас буду делать. Мне страшно, стрёмно. И вообще не хочется. Я это не люблю. Но если я продержусь 6 дней, как я и планирую, то я буду молодец. Мне прям будет кайф. Ой! Вечером ещё приготовлю ПП-штрудель снова. И буду наслаждаться чайком. Так скажем, это будет мой трофей за мою проделанную работу. Мне кажется, я уже столько намёков дала, что вы уже поймёте, о чём идёт речь. А, ещё знаете что? Я за сегодняшний день покушала только суп, который, собственно, сама и приготовила. Буквально 64 назад. Всё, ладно. Средний день я уже дома. Надеюсь, мне будет неплохо. Та-дам! Кошмар какой я вообще. Ужас. Я нашла батат! Угадайте, что у меня завтра начинается. Ой, девочки! На самом деле страшно, страшно сорваться, ибо эта штука дорогая. Именно из-за цены я постараюсь сдержаться. Симбусик! Симба! Привет! У нас ещё тут, смотрите, что. Димас захотел кивсы. Поэтому мы сейчас будем кушать кивсы. Я не уверена, что я много съем. Сразу говорю. Вообще, планировала сегодня ничего плохого не есть. И закончить свой ужин арбузом. Плюс сейчас поставлю в духовку 2 п.п. штруделя. Вот. Блин, я такая счастливая. Я радуюсь батату. Офигеть! Она пошла переодеваться. В душ переодеваться, а дальше посмотрим. Я? Все в сборе. Представляете, что произошло? Может, с Димой до того, как я пошла в парк. Заезжали в ленту в магазин. И мы оставили пакет в машине. Поэтому сейчас иду на парковку забирать пакетик. Дима там просто по работе зашел в ноутбук через удаленку. Поэтому я такая, давай я схожу, чтобы времени не тратилось. Вот. Я все еще в надежде, что мы успеем поиграть в игру. Хотя бы чуть-чуть. Все, держи пакетом. Он обязательно должен быть у меня, потому что завтра у меня завтрак. И то, что в пакете пришло. Времечко уже 0-0-0-5. Обалдеть. Дима уже лег спать. Сейчас я тоже буду ложиться. Просто включилась, чтобы раскрыть, как прошел наш вечер. Все прошло прекрасно. Курочка хорошо зашла. Я съела кусочек. Остальное это был арбуз и штрудель. ПП штрудель. Вот. Было все очень вкусно. А знаете, что еще хотела сказать? Я как только зашла с сумкой. Ну, точнее, я забрала сумку с машины и пошла домой. Как только я зашла в парадную, сразу начался линий. Вот просто сразу. Я зашла на кухню. И Дима говорит, тебе так повезло. Я смотрю в окно, а там просто все шатается. Просто стеной. Мы уже начали смотреть с Димой второй сезон. Серкан. Ну, с Димой это громко сказано. Дима смотрит просто со мной, когда мы вечером сидим. Нечего посмотреть. Вот. А так я сама смотрю. Я вообще в шоке. Я посмотрела больше 100 серий. Это первый сериал, который я вот так вот смотрю. Это жесть. Ладно. Все. Всем спокойной ночи. Всем либо доброе утро. Смотря когда кто смотрит. Если кто досматривает до конца. Пожалуйста, спасибо, что потратили на нас свое время. Всем до завтра. Пока.